Герои нашего следующего сюжета, к сожалению, не могут сами рассказать о происшествии, в котором им довелось побывать. У них даже не было телефонов, чтобы маленькими лапками набрать номер полиции. Потому, уже с последней летней ночи, они переживали, спрятавшись в домике и уткнув мордочки в пушистые хвосты. Неизвестные вандалы пытались разломать беличий вольер, расположенный на Аллее Любви. Как это было, вы можете увидеть прямо сейчас. Записи с камер видеонаблюдения, полученные после происшествия, показывают, как в три часа ночи двое неизвестных людей мужского пола со стеклянными бутылками в руках подходят к беличьему вольеру. С первого взгляда может показаться, что они наполнены романтическим духом натурализма и хотят приобщиться к дикой живой природе. Белки в это время, как назло, спали. Но желание умилить свой взор рыжими красавицами у не очень юных натуралистов было настолько сильно, что они решили самостоятельно зайти к белкам в гости. Силы и терпения у ночных визитёров хватило, чтобы немного оторвать от креплений одну секцию решётки. Благо перепуганные зверьки проявили в эту ночь осторожность и до самого утра просидели в домиках. Это неприятно, во-первых, потому что мы относимся к этим животным просто как… Ну, это наши родные белки. Мы просто очень за них переживаем. Мы каждый день за ними наблюдаем. Переживали за их адаптацию. Как бы всё прошло благополучно. Но вот оказывается, что их подстерегает ещё такая опасность, как жители нашего города, которые позволяют себе такие вещи, как портить имущество, которое с любовью и с трепетом для наших же жителей любимых, наша администрация здесь всё это создаёт. Это, конечно, очень нас настораживает и очень-очень расстраивает. Оперативный вольер был восстановлен работниками городского общественно-социального центра. К счастью, ни одна из белок не убежала. Ведь, как ни парадоксально, у этих юрких животных много естественных врагов. Опасны для них собаки и даже кошки, которые без труда ловят и убивают белок. Это ночное происшествие вызывает много возмущения среди людей. Ведь вольер – это общее достояние. Сколько радости он приносит детям и взрослым, которые приходят полюбоваться экзотическими для нашего города европейскими белками. Давайте будем более трепетно и уважительно относиться к чужому имуществу. И, ну, как бы это наше с вами общее имущество, потому что это принадлежит всем жителям нашего города. Это для вас сделано, для ваших детей, чтобы они пришли сюда, полюбовались на этих прекрасных милых животных, потешных. Не нужно делать зло, потому что оно обязательно возвращается в этой жизни. К сожалению, ночное изображение с камер наблюдения не даёт возможности детально рассмотреть лица взломщиков. Но если вы опознали этих людей, не забудьте сказать им при встрече о том, что это был странный и глупый поступок. Поступок объекта недостойного высокого звания человека – мужчины. Всем нам хочется больше натурализма в жизни, чтобы белки сами ныряли в карманы, когда сидишь на лавочке. Но пока, чтобы защитить глупых животных от разумных людей, к табличке, гласящей «кормить запрещено», стоит добавить табличке «запрещено ломать клетку» и бросать камнями. Быть может, свет познания, который несёт чтение, поможет некоторым нашим соплеменникам научиться себя вести в общественных местах. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».